Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан. Ставь лайк, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а сейчас я хотела бы поздравить всех мужчин и мальчиков с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Всем вам передать огромный привет, а также напомнить, что тот подписчик, который в комментарии пишет хэштег Королева Мистики, автоматически попадает в мое видео. Так что быстрее опускайтесь в комментарии и пишите хэштег Королева Мистики и какие-нибудь еще приятные комментарии, чтобы я их заметила. Ну а мы сегодня приступаем к вызову духа Смайл Дога. Погнали! Итак, ребята, Смайл Дог. Собака-зомби, которая грызет все и вся на своем пути. Очень опасная тварь. Связываться с ней абсолютно не хочется, но мы сегодня это сделаем. Если вы готовы, лайк, подписка и мы прямо сейчас будем начинать. Да, кстати, когда я ухожу в потусторонний мир, Дима уже не может обидеть того, что вижу я, потому что я туда отправляюсь одна. Но он может слышать. И для того, чтобы он слышал, что происходит со мной, у меня есть вот такие вот наушники специальные, хакером запрограммированные на то, чтобы они работали. Ребята, это не шутки. Мы уже все это проверяли и именно звуки передаются через этот наушник. Один наушник я отдаю Диме, второй наушник мой. Также я с собой в потусторонний мир возьму вот этот фонарик, прикреплю его к себе на браслет. Это очень важно, потому что он помогает лучше видеть этих тварей, потому что они настолько полупрозрачны там, в том мире, что их очень трудно увидеть и заметить, ребята. Итак, ты готов? Да. Смайл-дог, приди. Смайл-дог, приди. Смайл-дог, приди. Духи, призраки, Откройте врата. Откройте мир потусторонний. Впустите смайл-дога. Я призываю собаку-зомби. Собака Смайл Улыбчивый пёс Улыбающаяся собака Смайл-дог, ответь мне Ты здесь? Смайл-дог, ответь мне Ты здесь? Смайл-дог, ответь мне Чёрт, блин Два Планшетка почему-то показала на два Что происходит? Я думаю, что Кто-то есть Если это не смайл-дог, то возможно Это кто-то другой Ребята, прямо сейчас я кладу руки на Доску вызова Духов И считаю до 10 Так я перемещаюсь Из этого мира в другой Дима останется здесь Наблюдать за моим Обычным мирским телом А моё потустороннее Астральное тело Отправиться на поиски Твари, которая застряла Вмежду мирами Между миром живых И миром мёртвых Это и называется Потусторонний мир Дим, работает всё? Ты меня слышишь? Да, да Аппаратура работает Мы можем начинать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Тут темно Ирин, ты что-то видишь? Я ничего не вижу пока Я здесь с вами В этой комнате Я Я здесь Потусторонних звуков нет Боже Здесь повсюду следы 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 на полу Что? Что ещё ты видишь? Следы Это бешеная собака Тут Смайлдог Тут Тут везде следы И там И здесь Собачьи следы От собаки Они В разные стороны Я не знаю Куда мне идти Я не знаю Куда мне идти Я пойду пока В эту комнату Здесь везде Кровавые следы Смайлдог Смайлдог Ты здесь? Где? На полу Куда? Куда они ведут? Сейчас я пойду В другую комнату Следы Уводят туда Но они здесь Повсюду Кровавые следы Смайлдога Повсюду здесь Ай! Свет Яркий свет Меня ослепило Черт возьми Что это здесь? Следы Ведут Я вижу Много кровавых следов Еще я вижу Какую-то Я не знаю Что это? Здесь шприц Из него течет Какая-то жидкость Боже Мерзость Тут что-то есть Не знаю Но похоже на Руки-ноги Я слышу его Я слышала Что происходит? Рычание собаки Подожди Подожди Смайлдог Это ты? Смайлдог Боже Он голодный Хотел разодрать холодильник И здесь следы И здесь следы Смайлдог Дим Дим Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Да-да-да Я не вижу Смайлдога Здесь повсюду Кровь Смайлдог Следы Уходят к этой двери Я слышу Рычание Собачье рычание Смайлдог Он стыбился в меня Он стыбился в меня Черт 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 Вы собаки Убирайся Убирайся Ааа Ааа Черт Черт Что это? Ааа Он откусил меня Слышишь? Дим Дим Вольно Вытаскивай меня Ааа Это чертова собака Смайлдог Он укусил меня Ааа 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 Черт Черт Ааа 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 Где он? Смайлдог Убирайся вон Убирайся Из моего дома Дим Дим Эта тварь Ааа Ааа Убирайся Уходи Уходи Я говорю Уходи Уходи Каша Убирайся 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 Черт 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 Дим Дим Вытаскивай меня Вытаскивай меня Слышишь? Прием Дим Черт 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 Он еще придет Дим Вы черт возьми Где вы там все? Нет Он кусает меня Он кусает меня Верните меня Обратно Скорее Вы слышите? Верните меня Верните меня Верните 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 Дим Дим Верни меня Дим Дим Он кусает меня Дим Дим Убирайся Рааа из комнаты и схватил меня за ногу. Ребята, смайлдог очень опасен. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и я прошу вас не забывать поставить лайк, подписаться на мой канал, обязательно подписаться на второй канал Ясинская Пэтс и до встречи в новых мистических видео. Пока! Попробую его пробудить. Парменто! Парменто! Ихтианда Бестоконде! Сделать... Эркатасты Венторе! Я сказал! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и жми колокольчик, если тебе нравятся мистические видео. В предыдущем видео я вызывала бабку Грэнни, вернее, заговаривала ее на куклу Вуду. А сегодня при помощи доски духов я попытаюсь призвать к себе в дом Грэнпа. Грэнпа, или как его еще называют, дедушка Грэнни, это муж бабки Грэнни, то есть посмотрим, что у нас сегодня получится и получится ли вообще призвать это самое странное существо. И вообще, как оно выглядит, если вы хоть раз видели Грэнпа, как выглядит, то напишите в комментариях об этом. И также, ребята, не забывайте добавлять к своим комментариям хэштег Ира, королева мистики и таким образом вы будете попадать в мои следующие видео. Вроде все сказала, а теперь давайте приступим к вызову духа Грэнпа. Кстати, комментарий, который вы мне пишите, я читаю и вы меня об этом попросили, поэтому именно сейчас я это делаю для тех, кто писал и просил вызвать Грэнпа. Грэнпа. Явись в мой дом. Грэнпа. Явись в мой дом. Детка Грэнни. Явись в мой дом. Здесь кто-нибудь есть? Грэнпа, ты здесь? Грэнпа, ты здесь? Не знаю, ребята, давайте попробуем воспользоваться планшеткой. Через планшетку можно увидеть гораздо больше. Грэнпа, ты здесь? Грэнпа, ты здесь? Думаю, притворится бабка Грэнни. I see you. Я твоя бабка Грэнни. Иди ко мне. Слышишь? Эй, я твоя бабка Грэнни. Грэнни. Грэнпа. Где ты? Я слышу какой-то шум. Офигеть! Офигеть, ребята. Это просто жесть какая-то. Вы помните, в предыдущем видео была бабка Грэнни? Походу, у них одинаковые костюмы. Я могу подойти ближе, потому что он или оно, я не знаю, что это. Стоит недвижимо. Боже, я не вижу его лица. Что спрятано под маской. Боже, в чем его руки? Он стоит, не двигается. Такое ощущение, что он замороженный. Видите эти руки? Они даже не шевелятся. Оно не дышит. Боже, что это? Офигеть! Ребята, вы видите? Это просто жесть какая-то. Просто жесть. Боже, что это за урод? Неужели это Грэнпа? Черт, вы видели это? Рот. Его рот открылся. Жесть! Ребята, его рот шевелится. Походу, он живой, но я не понимаю, почему он не нападает. Давайте попробуем снять. С этого чудовища маску. Боже, его глаза закрыты. Я надеюсь, что... Господи, Боже. Как будто его поджарили на костре. Вы видите? Куски его кожи будто отслаиваются. Черт. Опять рот открылся. Ребята, попробую кусочек взять. Изучить этот материал. Черт, сейчас аккуратно. Боже, ребята. Это просто жесть. Посмотрите, какой кусок кожи. О-о-о-о! Опять рот. Слушайте, он то открывает, то закрывает рот. Что-то... Может, где-то кусочек... Может, где-то кусочек... Может, где-то кусочек... Возможно, нам удастся изучить, что это за материал. И откуда эта тварь пришла к нам. Попытаемся сейчас... Оживить его. По крайней мере, я не знаю, что происходит. Ребята, я сейчас проведу ритуал. Попробую его пробудить. Не знаю, насколько это будет опасно. В общем, слабонервных прошу отойти от экрана. Начинаем обряд. Попробую его выделить действия. Я просто registry. Возвращение. Здоровая д Смотрите, он идет, у нас получается. Боже, ребята, он ожил, он ожил, черт, он ожил, он идет, ребят, это просто жесть. Пока он не опасен, он просто идет и открывает рот. Убирайся, тварь, убирайся в свой мир, убирайся в свой мир. Убирайся! Ребята, вы видели, он шел прямо на нас, это была просто жесть. Грэнд Па настолько страшный, я думала, что он сожрет меня или еще что-нибудь сделает. Это просто нереально, жесть, ребята, вы это видели. Боже, если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, этому видео. Лайк, ребята, не забудьте подписаться на второй канал Ясинской Пэт. Это сейчас мы быстро, мы должны завершить обряд, мы возвращаемся к доске группам. Твою мать, где планшетка? Я потеряла планшетку. Если мы сейчас же не завершим обряд и не закроем портал, это чудовище вернется. Нам нужно торопиться, у нас очень мало времени. Ворота, закройтесь! Грэнд Па, убирайся! Грэнд Па, убирайся в свой мир! Грэнд Па, убирайся в свой мир! Прощай! Ребята, это просто нереально. Я никогда в жизни не видела ничего более страшного. Давайте проверим, смогли ли мы избавиться от этого существа. Мы будем смотреть через планшетку. Я надеюсь, что эта тварь не вернется. Так, я ничего не вижу. Походу, его нет. Так, походу, все получилось, ребята. Главное вовремя это сделать. А-а-а! 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 Что делать? Стоп, 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 стой! Стой, стой! Я заклинаю тебя, пожалуйста, выйди из этого мира. Убирайся в свой мир. Убирайся в свой мир, пожалуйста! О, Боже, нет! Ничего не получается, ребята. Я не знаю, что придумать. Что придумать? Как избавиться от него? Доска не помогает. Я не знаю, что делать. А-а-а! Стой! 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 Силой данной мне, небом, богом, землей, заклинаю тебя. Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Ползи в свой ад! Быстро! Ребята, я не знаю, помогает или нет. Я не знаю, но он боится. Боится моих обрядов, боится моих заклинаний. Ребята, еще раз проверим. Просто столько методов. Обычно доски хватало для того, чтобы уничтожить эту тварь. Его нет. Его нет. Грэнд-па, тебя нет? Грэнд-па, ты здесь? Ребята, походу мы справились и мы его уничтожили. А вы прямо сейчас не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк. И до новых встреч в новых мистических видео. С вами была я, королева мистики. Пока. Я, походу, поняла. Ребята, вся сила в его уродливой коже. Нужно попытаться отодрать его уродливую кожу. Стопайра! Сегодня... Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. И это неделя вызова духов. Сегодня мы будем вызывать песчаного человека. Ну, а перед началом я бы хотела рассказать вам легенду, которая связана именно с этим песчаным человеком. Ребята, существует такая легенда, что где-то в Египте существовал очень опасный преступник. Его решили... его поймали и решили повесить. И пока он висел на виселице, птицы выклевали ему все глаза, еще пока он даже был жив какое-то время. После чего его просто закопали в безымянной могиле, там где-то в песке. Когда прошло несколько лет, кто-то провел какой-то специальный обряд и возродил душу этого песчаного человека. И говорят, что когда его вызывают, он приходит в этот мир через потусторонние зеркала. В данном случае у нас мы откроем портал и песчаный человек придет. Дело в том, что это опасно и чревато тем, что он может как-то навредить мне и поранить мои глаза. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет! И если вдруг этот песчаный человек, песочный человек захочет сделать что-то своими глазами, у нас есть заказная из Даркнета бутылочка с питьем. Здесь вода, которая позволяет регенерироваться человеческому телу, то есть восстанавливаться. Ну, грубо говоря, живая вода, чтобы вы поняли. То есть, если вдруг что-то случится, Дима даст мне это выпить или нальет на глаза, чтобы я восстановилась. Это очень опасно, ребята. Также для того, чтобы призвать песочного человека, мы воспользуемся доской для вызова духов. Также у нас есть зеркало, которое откроется для того, чтобы песочный человек появился. То есть, я должна увидеть песочного человека в этом зеркале. Нам нужен будет огонь. Огонь я буду зажигать. Видите, это пентаграмма, это знак дьявола. И, соответственно, это также поможет нам призвать песочного человека. И, конечно, самым важным – это песок, ребята. Песок, вот песок, который… Да, мне придется съесть немного песка вот этого, потому что… Потому что песочный человек, он погиб в этом песке. И для него, когда вызывает, обязательным атрибутом для вызова этого духа является песок, огонь. И какое-то спиритическое вот… Либо доска для вызова духов, либо еще какая-то… Так что, чем больше мистических каких-то артефактов присутствует при вызове духов… Но самое главное, это, конечно, ребят, песок. Самое главное – это песок. Он должен зарядиться этой энергией. Когда я сейчас буду произносить заклинание, ребят? Заклинание я буду произносить про себя, не вслух, чтобы вы не повторяли, потом и не пробовали призвать песочного человека такими же методами, как это делаю я. Потому что без слов, сказанных мной сейчас, которые я буду произносить, вы, в принципе, никогда не сможете вызвать песочного человека. Ну, в принципе, вы можете попытаться, но он не придет. Поэтому, ребята, вообще не пытайтесь этого делать, потому что для того, чтобы вызвать песочного человека, необходимо есть песок и говорить заклинание. Это очень сложно. Я вообще не представляю просто, как я сейчас буду есть песок, потому что, ну, все вы знаете, что песок, он несъедобный, и его, в принципе, не едят. Так. Это не горит. Ну, я думаю, что достаточно огня, блин, горячих. Смотри, я должна буду в отражении увидеть... Увидеть именно песочного человека, если он придет. Итак. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Песочный человек, я призываю тебя. Песочный человек, я призываю тебя. Итак, Дима, сейчас самый ответственный момент. Сейчас я буду есть... Сейчас я скажу заклинание, и потом мне нужно будет съесть песок, после чего... Песочный человек должен прийти. Итак, я начинаю. Блин, обалдеть, я просто... Я не знаю, как я буду есть этот песок. Вообще, как ты думаешь, много его надо или чуть-чуть достаточно? Я думаю, попробую, хватит. Слушай, он отдает прям землей. Боже, я не знаю, как я это буду делать. Ладно, я начинаю читать. Песочный человек, я знаю, что-то стремится. Я не знаю, что я переживу... Теперь самое сложное, нужно съесть песок. Короче, я не знаю, Дим, давай. Давай сюда. Я возьму сейчас вот чуть-чуть вот это вот, вот это вот. Достаточно дома. Боже, как ты думаешь, этого достаточно? Еще возьми. Боже, он скрипит на зубах. Все, все, достаточно. Фу, фу, воды бы, прям чуток скрипит на зубах, невозможно. Фу, гадость какая. Подожди, может, воды принести? Да, мне бы вообще глоток. Фу. Сейчас я уже несу. Жизнь, фу, все скрипит. Все нормально? Надо в зеркало смотреть. Сейчас, погоди, песок. Теперь долго будет скрипеть. Сейчас я буду смотреть в зеркало и пытаться увидеть песочного человека. Песочный человек, приди. Песочный человек, приди. Песочный человек, приди. Что это такое? Он был там, я его видела. Глаза. Он был там, я его видела. Я не знаю, он что-то плеснул в них. Он как будто клюкнул. Жесть. Что, дай что-нибудь тряпку. Что, я его дам? Я его принесу. О, какой, 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 какой. О, что, не важно, не важно. Не важно, не важно. О, что, больно. Подожди. Сипит, сипит. Подожди, подожди. Невозможно. Давай что-нибудь. Я не знаю, он что-то клюнул прямо в глаза. Нет. Клюнул. О, боже, жерт. 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 Она жерт, жерт. Черт. Осторожно, осторожно. Я ничего не вижу. О, что с моими глазами. Блин, ну ты-то все в крови. Я не знаю, что-то нужно избавиться, его выгнать, иначе он не остановится на этом. Нет, где серия, надо выпить серия срочно. Да, да, может быть, оно поможет. Оно было где-то здесь. Где серия? Что, я его не вижу, нету нигде. Боже, этого не может быть. Значит, он его, блин, похитил, украл или спрятал. Я не знаю, Дим, что теперь делать? Давай, давай. Я же не смогу без глаз, Дим. Давай руку, я тебя буду вести. Боже, куда вести? Надо закончить обряд и что-то сделать. Может, он вернет? Дай мне доску, духов. Нужно затушить свечи. Все, закрыть портал, уничтожить, убрать его отсюда. Давай, попробуем затушить. Туши, туши. Я не вижу ничего. У меня ански болят глаза. Блин, мне бы восстановить глаза. Черт. Туши, туши. О, боже, господи. Я не ожидал, что он так сразу быстро нападет из зеркала. О, боже, как больно. Сейчас я попробую найти. Я ничего не вижу, лещи. Нужно закончить тайную доску для вызова духов. Вот она, вот она. Господи, я ничего не вижу. Глаза болят. Где? Планшетка где? Ворота, закройтесь. Ворота в потусторонний мир, закройтесь. Песочный человек, убирайся отсюда. Прощай. Все правильно. Я на прощай убрала. Нет, ничего не получается. Ты что, не мог мне повернуть доску, что ли? Нормально, блин. Я же не вижу ни черта. Убирайся в потусторонний мир. Убирайся в потусторонний мир. Песочный человек, убирайся в потусторонний мир. Прощай. Черт, мы сцепили. Где зелье? Ой, как больно. Давай, быстрее, ищи. Черт, куда оно могло деться? Черт, вот оно. Неси скорее, давай я выпью. Как оно попало на кухню? Как ты себя чувствуешь? Ирина, как глаза? Слушай, вроде лучше. Лучше. Черт, в песок. А, сейчас я попытаюсь открыть. Ты видишь? Да. Черт, он забрал твои глаза. Обалдеть. Я просто, я... Ты не представляешь, как тяжело без глаз. У меня просто все жгло и горело. Я понимала, что у меня просто какие-то дырки вместо глаз. Вообще кошмар. Это очень-очень опасный дух. Песчаный человек. Я надеюсь, что он убрался в свой мир. А мне нужно будет привести себя в порядок. Надо это все отмыть. Нереально просто. Как было больно. А сейчас офигенное, конечно, зелье. Вот эта регенерация выпила. И вообще ничего не болит. Только следы вот эти вот остались. Ой, ребята, короче, это вообще просто жесть. Этот песочный человек. Никогда не повторяйте этого. Не вызывайте этого духа. И до встречи в новых мистических видео. С вами была я, королева мистики. Ну, а теперь ваши комментарии. Пока. Я не могу. Вы не его от меня. Вы. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. И сегодня мы будем вызывать очень страшного духа. А перед началом я зачитаю комментарии, которые вы мне прислали. Привет, Ирина Ясинская. Ты знаешь, что в каждом доме существует домовой. И он не всегда бывает добрым. Особенно он не любит, когда его вызывают, тревожат и задают глупые вопросы. Попробуй призвать домового и узнаешь, что будет. Да, вы меня заинтриговали и практически испугали. Я знаю, что существуют домовые. И, кстати говоря, есть одна очень увлекательная история, которая произошла со мной в реальной жизни. У нас была дача, и прежде чем открыть дверь и зайти, мы всегда здоровались и говорили «Привет, домовой». И мои родители почему-то в это верили. И до сих пор в это верю я. У нас есть домовой, и я думаю, что он достаточно злой. Потому что на протяжении долгого времени он ходит по ночам и даже разбивает тарелки. Просто ни с того ни с сего. Может открыться шкафчик, выпасть тарелка, разбиться. Ну, можно подумать, что это какое-то странное совпадение. Но нет, я всегда верила, верю и буду верить в домовых. Давайте же вызовем домового. Ребята, вы знаете, что вызывать духов можно разными методами. Но сегодня вашему вниманию я представлю эту книгу. Книгу демона. Эта книга непростая. Стоит только лишь к ней прикоснуться и пожелать желаемое, как оно тут же исполнится. Но сделать это может только тот, кто является хозяином этой книги. Книга была сделана со специальными заклинаниями. И ее хозяйка только я. Так что, пожалуйста, не просите меня больше в комментариях прислать вам мою книгу духов или мою доску для вызова духов. Потому что все эти вещи очень индивидуальны и личны. И сейчас я попрошу, домовой, явись ко мне. Домовой, явись ко мне, если ты не трус. Домовой, явись ко мне. Итак, вы знаете, любимые места обитания домовых – это углы, пороги и многое-многое другое. И сейчас я постараюсь пройти с этой свечкой только и ждать, чтобы увидеть домового. Возможно, он где-то здесь. Где ты? Где ты прячешься? Я найду тебя. К каждому углу. Я же знаю, что ты здесь. Ты в нашем доме. Давай поиграем. Слышишь? Я постучу тебе один раз. Если ты хочешь поиграть, ты постучишь один раз в ответ. Если не хочешь, то два раза. Я надеюсь, что ты понял меня. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Черт, Дима. Кстати, ребят, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Ты его видел? В отражении мне показалось, будто он стоит прямо за мной. Прямо за мной. Возможно, это тень. Я не уверена. Нужно проверить. Ты готов со мной поиграть? Ты готов со мной поиграть? Нет, а читал про домовых. Они... Мы играем в спрятки. Я вожу. Слышишь? Я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Ты здесь? Домовой, ты здесь? Давай поиграем. Отпусти! Отпусти, говорю! Отпусти! Это не игры, черт подери! Мы играем в прятки! Ты не должен себя так вести! Отпусти! Блин. То ли он еще не спрятался, то ли ему что-то не понравилось. Он пытался задушить меня. Давай еще раз его спросим. Ты готов играть? Да. Тогда больше не набрасывайся на меня. Или я не буду с тобой играть. Я тебя ищу. Где ты? Ты обещал! Огонь. Я нашла тебя. Ты здесь? Нет. Я в этом не уверена. Я нашла тебя! Ты здесь! Ты здесь! Он не рад, что я нашла его. Он не рад. Что ты делаешь? Что он делает? Лена, снаружи он у тебя съехал. Рука! Ай! 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 Не могу! Я не могу! Вынимо меня! Вы! Вы! Ай! Черт! Черт! Блин, разве так можно делать? Сказал, что будет играть, а сам выкручивает руки и душит. Я хочу, чтобы ты знал свое место. Я хочу, чтобы мой домовой знал свое место. Я прекращаю эту игру. Я прекращаю эту игру! Я не знаю. Беги за жидорку. Мы не проверим. Свеча, он боится огня. Ты прав. Огонь. Огонь не нравится домовому. Поэтому, когда горит дом, в доме, в котором был пожар, домовой больше не появляется. Он боится огня. Я надеюсь, что ты знаешь свое место. Я надеюсь, что тебя здесь я больше не увижу. И перестань бить тарелки. И перестань вести себя плохо. Иначе я поджаю тебя. Он все понял. Он все понял. Я рада, что ты все понял. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И мой домовой стал ручным. Пусть он знает свое место и перестанет пугать меня по ночам. И ведет себя хотя бы чуточку потише. Ну, а вы не забывайте подписываться на мой канал. Прямо сейчас нажмите лайк. Поставьте этот палец вверх. Прямо сейчас. Если вы это сделали, то я вас очень сильно люблю. Всегда. Ваша королева мистики. Пока. Слышь, ты тварь, Грэнни. Я над этой сущностью. Глаза. Она такая страшная. Нет. Раз. Два. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. А перед началом этого видео я попрошу вас прямо сейчас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео. А еще я хотела бы прочитать один из ваших комментариев, ведь я всегда делаю то, что просите вы. Привет, Ирина Ясинская. Я давно на тебя подписан. Возможно ли такое, чтобы ты заговорила куклу Вуду на бабку Грэнни? Ребят, конечно же, это возможно. И прямо сейчас мы с вами постараемся переселить в одну из этих кукол Вуду бабку Грэнни. И узнаем, что из этого получится. Это кукла. Подойдет, потому что в нее можно вложить душу и сердце, и все это потом соединить. Смотрите, сделаем как. Сначала мы откроем портал в потусторонний мир. Для этого нам понадобится доска для вызова духов, или доска Уиджи, как ее еще называют. Ребята, когда вы смотрите это видео, постарайтесь сделать так, чтобы не было потусторонних звуков каких-то, чтобы вы находились более-менее в тихой обстановке. Потому что вся ваша энергетика приходит сейчас, прямо сейчас ко мне. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Всевышние силы, я призываю вас открыть портал. Теперь мы возьмем куклу Вуду. Я хочу сейчас, чтобы внутри этой куклы Вуды вселился дух бабки Грэнни. Я заклинаю тебя, бабка Грэнни, вселись в эту куклу Вуду. Ребята, я почувствовала, что какая-то нечистая сила прямо сейчас вошла в эту куклу. Мы оставим ее внутри и скрепим этой булавой. Теперь мы можем говорить о том, что при помощи этой куклы Вуду я смогу управлять бабкой Грэнни, когда отправлюсь в потусторонний мир. Сейчас я досчитаю до десяти, щелкну пальцами и отправлюсь в мир мертвых. Там, где и находится бабка Грэнни. А вы не забывайте подписываться на мой второй канал, Ясинская ПЭЦ, где я рассказываю страшные истории. Думаю, вам понравится ссылочка в описании. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, десять. Так, самое главное успокоиться. Это моя квартира. Пусть и в другом измерении, но это моя квартира. Грэнни! Бабка Грэнни, ты здесь? Эй, здесь кто-нибудь есть? Что за вонь? Фу, пахнет, как будто здесь кто-то сдох. Фу, мерзость! Здесь все пропахло. Страшная зловонья может говорить только об одном. Она здесь. Эй! Я вижу. Я не понимаю, это... Вы слышите это? Она говорит, что видит меня. По-моему, она ушла. Ребята, в потустороннем мире находиться очень опасно. Помимо бабки Грэнни, в этот мир могли проникнуть другие духи. Нашей главной задачей не попасться ей. Слушайте. Слушайте. Вы слышите ее? Эй, Грэнни! Я, когда зову ее, для того, чтобы убедиться, что ее здесь нет. Потому что, если она здесь, мне стоит быстро спрятаться, досчитать до десяти, щелкнуть пальцами и оказаться в своем мире. Иначе я застряну здесь надолго. Черт. Заперто. Черт, дверь сама открылась. Николай. Что это за... Что это за хрень? Что это... У нее глаза как живые. Посмотрите, ребят. Голоса. Как будто... Настоящие. Боль. Боль. Огонь. Лес. Ночь. Кладбище. О, жесть. Грэнни была здесь. Она оставила послание в этой кукле. И я прочитала его. Боль. Огонь. Лес. Что еще вы слышали? Ребята, напишите прямо сейчас об этом в комментариях. Кто здесь? Малыш, я оставлю тебя здесь. Это не Грэнни? Кто ты? Назови свое имя, демон. Демон. Назови свое имя, демон. Это не Грэнни. Мне кажется, что это не она. Это что-то злое. Что-то очень сильно злое. Что это за звук? Назови свое имя, демон. Боже, что это? Ребята, вы видите? Что-то идет на меня. Кто ты? Боже. Кто ты? Кто ты, тварь? Боже, это такая страшная. Что мне делать? Она такая страшная. Боже. Диана, оставь меня в покое. Уходи. Убирайся в другой мир. Убирайся. Черт. Почему отсюда пахнет так гнилью? Кукла Вуду, которую я заговорила на Грэнни. Слышь, ты тварь, Грэнни. Я сейчас уничтожу тебя. Ты подчиняешься мне. И подчиняешься этой кукле. Ты понял меня? Поняла, Грэнни. Поняла меня. Так, ребята, у меня появился контроль над этой сущностью. У меня здесь как-то оказалась в потустороннем мире кукла, которую я заговорила на эту тварь. Сейчас. Сейчас я сломаю тебе руку. Руку сломаю. Да, да. Теперь я сломаю тебе вторую руку. Да, да. А теперь силами неба, силами земли. Убирайся. 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 Ребята, она исчезла. Остались ее оторванные руки. Оторванные руки остались. Боже, мне нужно возвращаться. Мне скорее нужно возвращаться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. О, боже, как это тяжело возвращаться. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ребята, там была просто жесть. Нам нужно скорее закрыть портал. Где планшетка? Грени, убирайся в свой мир. Грени, убирайся в свой мир. Грени, убирайся в свой мир. Прощай. Ребята, я думала, что вы почувствовали то, что происходило в потустороннем мире. Вы это все видели. Это невозможное. Возможно. Если вам понравилось прямо сейчас, нажимай лайк. Подписывайся на канал. И до встречи завтра. Ведь мои видео выходят каждый день на канале Ирины Ясинской. И на канале Ясинская Пэтс. С вами была я, королева мистики. Всем пока.